Смирна Смирна имела и другое, более распространенное имя – мирра, которую не стоит путать с миром. Слово «мирра» восходит к общему семитскому корню, означающему «горький». Оно проникло и в древнегреческий язык в двух диалектических формах – мирра и смирна, и в латынь. Интересно также отметить, что в древнегреческом языке родственное слово «мирон» стало общим термином для обозначения духов и вообще благовоний. Мирра, как и ладан – смола. В некотором смысле мирра является родственницей ладану, так как ее добывают тоже из деревьев семейства бурзеровых, но в отличие от ладана, не из рода босвелия, а из рода камифора. Собственно, это растение так и называется – камифора мирровая. Это небольшое, около 4 метров, дерево с шипами и ярко-красными цветами. Произрастает в Аравии, Аман, Йомен, на прилегающих островах, например, Сокотра, в засушливых областях северо-восточной Африки. Как и в случае с ладаном, для добычи мирры на коре дерева делаются надрезы, из которых начинает медленно течь сок, застывая в виде слез. Капли сока мирры изначально бледно-желтого цвета, по мере застывания становятся красно-коричневыми. Собирают смолу через две недели после надреза. Процесс сбора осуществляется дважды в год. Дин из древнегреческих мифов рассказывает о дочери кипрского царя Мирресмирне. Она за свои грехи была обращена богами в благовонное дерево, смола которого на самом деле слезы мирры. И действительно, древесный теплый запах мирровой смолы, в отличие от ладана, более горький. Напомним происхождение самого слова «мирра» — горький. Да и на вкус мирра горьковато. Издревле мирру использовали в качестве курительных составов, для кождения в религиозных ритуалах и в древней медицине как антисептическое средство. Но особое значение она приобрела в погребальных практиках, как одно из веществ, по древним представлениям, препятствующее разложению. Поэтому в большом количестве мирру использовали при бальзамировании тел умерших в Древнем Египте. Также мирра, смирна, была одним из даров волхвов «младенцу Христу». Смирна предназначалась тому, кто готовится к погребению. Очевидно, что древняя Иудея приняла от Египта понимание мирры как погребального благовония. Далее в Писании мирра смирна упоминается именно в связи с крестной смертью и погребением Спасителя. Согласно Евангелию от Марка, перед распятием Господу было положено одурманивающее вино с миррой, которое, как считают некоторые толкователи, должно было хоть немного притупить страдания казнимого. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место», и давали ему пить вино со смирною, но он не принял. И, наконец, смирна использовалась для погребальных пелен Господа, и принес состав из смирны и алоя, литр около ста. Итак, они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеев. В христианское же время мирра стала использоваться в качестве одного из многочисленных ингредиентов для составления богослужебных благовоний. Некоторые виды фимиама, мира и так далее. Одновременно с церковным употреблением мирра оставалась и мирским благовонием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok